Здравствуйте дорогие друзья! Я, да и миллионы людей, на сегодняшний день наблюдают за марсоходом Curiosity, который регулярно на Землю отправляет фотографии с планеты Марс. Благодаря НАСА мы можем просматривать эти фотографии на официальной страничке марсохода. Некоторые фотографии, которые присылает марсоход, стали сенсационными, и в то же время породили много споров. Марс на сегодняшний день это как киндер сюрприз для тех, кто эти фотографии изучает. Обнаруженные мною на фотографиях руины очень похожи на руины, которые есть у нас на Земле. Поэтому, друзья, буду делиться с вами, что нашел я лично, и в последующих выпусках покажу, что нашли ребята-энтузиасты из Испании. Ну а на сегодня, пожалуй, начнем с меня. Вот такую фотографию в открытом доступе нам показывает НАСА с марсохода. Для удобства я уберу фильтр с фотографии, так как получается более качественное изображение. На этой фотографии нас будет интересовать 7 объектов. Каждый объект я буду увеличивать по отдельности, чтобы его можно было хорошо рассмотреть. Вот, честно говоря, я не знаю, почему НАСА на фотографии, присланные марсоходом, накладывает фильтр. Если кто-то может объяснить, почему, напишите в комментариях, пожалуйста. Ну вот, мы подходим к рассмотрению первого объекта. Если внимательно его посмотреть и обвести, как вот сейчас делаю я, то, как по мне, это какие-то остатки от какой-то фигуры, какая-то голова. Слишком уж все в очень правильной форме. Это как бы мое воображение, что вижу я. Ну и мой, конечно, опыт. Потому что, как вы понимаете, такое впечатление, что все раскидано, как после взрыва какого-то. И вот эти вот все объекты, вот этот даже объект, который сейчас я ввожу, это, как по мне, какая-то тумба, да? Вот эти вот все объекты, как по мне, они выпадают вообще из общей картины вот этих разломов. Очень как-то странно все. Но я не хочу навязывать своего мнения. То есть, мне больше интересно мнение зрителей, что скажут они. Но я повторю, я опираюсь на свой опыт. Поэтому вот внимательно посмотрите. Понимаете, вот идут разломы. И в то же время, среди разломов такие правильные формы. Вот это вот как-то сомнительно для меня. О своем опыте я скажу так. У меня есть опыт в конце фильма. Я расскажу, как мы ищем заброшенные замки в Испании. Благодаря картам Google. Смотрите, вот этот объект, он мне очень понравился тем, что у него супер правильные линии в 90 градусов. Если бы это было на земле, я бы сказал, что это какой-то заброшенный замок. Но не любит природа вот такие вот углы по 90 градусов. Ну да ладно. А теперь у нас вишенка на тортик. Вот этот объект мне вообще очень нравится. Если там какие-то прямые углы, еще что-то, то здесь вообще получается. Природа Марса очень удивительна. Почему? Потому что, посмотрите. Природа Марса может выйдут, наверное. Или дождями как-то вот так вот. Вот такие сделать цилиндрические формы. Коносообразные формы. Очень интересно даже. Видите, я ввел. Если бы это было в природе Земли, я бы сказал, что такого не бывает. Но здесь просто надо понаблюдать. Ну и что скажете вы, как вы думаете? На что способна природа Марса? Я не знаю. Этот объект, в принципе, я так вот нарисовал, просто опираясь на свой опыт. Я вот его обрисовываю. Посмотрите, пожалуйста. Тут тоже меня смущают углы в 90 градусов. Ну вот как бы не было, но не бывает в природе вот такого. Ну, это мое мнение. Следующий объект. Этот объект мне нравится. Очень сильно нравится. Потому что, если бы это было на Земле, в горах Испании, я бы сказал, это заброшенная кошара. Это вот правильный квадрат. И небольшой проходик. Со спутниковых карт гугла такие кошары в горах встречаются очень часто. Ну, так как это Марс, а на Марсе кошар не бывает, будем говорить, что это надуло природа. Этот объект тоже очень интересен как для меня. Да, это простой разлом. Такие в природе случаются. Понятное дело. Но тут слишком, как-то уж, линии правильные чересчетно. Этот тоже меня объект смутил. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Внутри разлома была пустота. Понятно. Эту фотографию рассмотрим в следующей моей публикации. В завершении коротко вам расскажу о моем хобби. Мое хобби – это поиск заброшенных крепостей и замков на территории Валенсийского Содружества в Испании. Только по официальным данным их насчитывается более 400. Занимаюсь я этим поиском благодаря картам Google. Одним из элементов этого поиска я применил на фотографиях Марса, когда обводил интересующий меня объект линиями. В принципе, этот способ всегда дает результат. Друзья, мне будет очень интересно ваше мнение. Жду от вас комментариев. И большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok